Добрый день! Я приветствую зрителей моего канала. Ужас! Даже волос потерял. Ничего практически не добавилось в конструкцию. Вот вы видите есть вот такая ручка. Вращая ее мы видим стол опускается. Медленно, но опускается. Вот он опустился. Хотел бы загадку загадать, чтобы вы решили как это все реализовано. Я не скажу, что это какой-то супер-пупер, но кое-какое решение здесь есть. Сейчас попробую вам показать. И вынимаем. Убираем то, что скрывало. И теперь смотрим, что здесь. Видите? Что я сделал? Ничего я не точил. Это просто у меня валялись вот такие ролики. Два. В кусочек троса и стяжки для тросов. Видите? Я сделал окружность, связал эти два ролика и присоединил. И присоединил одну часть вот этой косой планки и вторую. Теперь что толкая одну планку, получается двигается и другая. Сейчас я покручу. Двигается одна, передается движение на другую. У меня рычажок маленький, плохо вращал. Я думаю, что здесь я поставлю вместо этого колеса. Поставлю какое-нибудь соединение с шуруповертом. Буду автоматом подсоединяя шуруповертом вращать. Ну и видите, что поплыло. Получается я толкаю одну, видите? Вот. Она толкает тросик, тросик передает движение на вторую. Получается они либо раздвигаются, либо сходятся симметрично. Так что ничего такого военного нет. Вот. Вот здесь я десяточку поставил с резьбой. У меня такая вот штучка была, тоже с резьбой латунной. Получается гайка латунная, шестигранная. И она вот в этот уголок входит. То есть уголок закреплен глухо, а гайка свободно входит туда. Вот. Вот. Вращая, смотрите, я сейчас вращаю, видите, что происходит. Всё. Эта подъехала, эти нету. И здесь соединение. Я отрегулировал, чтобы они равномерно двигались одинаково. Вот такая вот. Единственное, что мне не нравится, вот эта вот ручка. Большую я не могу поставить, потому что шелка будет цепляться за стол, если он будет стоять не на краю стола, а вот в таком состоянии. Значит, сюда надо мне просто посадить какой-нибудь ключ. Вот. Или шестигранник какой-нибудь. Ну, что-то придумать, чтобы быстрое соединение было с шуруповертом. Можно при помощи шуруповерта вращать вот эту вот ручку и двигать стол поднимать или опускать. Можно и по-другому снять вот этот шкив. Ну, вот этот шкив снять, снять вот этот вал, убрать его вообще. И просто толкая вот через сторону, толкая один треугольник, на эту штуку поставить. Он будет равномерно двигаться левая и правая части. Будет одинаковое движение за счет вот этой связки. Связку я эту убирать не буду, а эта у меня под вопросом. Короче, либо оставлю. В принципе, она мне не нужна. Вот я так. Была у меня деталька такая. Я взял и поставил, думаю, по форсию. Но на самом деле лучше мне без нее. Я так быстрее. У меня только два положения. Нижняя стола и верхняя. Вот. И я могу двигать вот, извините. Вот сбоку у меня, толкая одну вот этот треугольничек. Будет двигаться и второй. И будет равномерно двигаться за счет того, что у меня связано движение. Вы видите. Одного. Одной салазки. Левой и правой салазки связаны через тросик. Вот. Теперь они будут уже равномерно двигаться. Стол будет равномерно подниматься. А эту штуку я подумаю. Если я что-то придумаю от шуруповерта, вращения какое-нибудь, я ее оставлю. Нет. Я просто сниму. Уберу. В принципе, оно мне не нужно. Я подвигаю, вы уже поняли, салазки. А здесь у меня винты. Я закрепляю винты все. И стол стоит глухо. Никуда не двигается. Так. Ну все. Что хотел сказать. Спасибо за внимание. за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Продолжение следует...